Ну что ж, всем привет дорогие друзья! Мы с вами находимся в одном из самых больших канадских универмагов, в котором продается все-все-все. Одежда, обувь, сумки, посуда, ювелирные украшения. Вот, пожалуйста, сейчас мы находимся возле отдела с нарядными платьями. И здесь такая стоит бутылка шампанского, которая представляет собой, так сказать, роскошь, богатство и наряды на вечер. Этот магазин называется Hudson Bay. Он был основан в 1800, не помню, каком-то году. Я на своем канале очень много раз рассказывала про него. Если вы меня смотрите, то вы уже слышали про этот магазин. Вот, это самый старый канадский магазин. И здесь много разного типа одежды. Вот Ральф Ларен. Он не дешевый. Я бы даже сказала, что дорогой. Но в нем есть много красивых вещей. И канадцы, в принципе, его любят. Посмотрите, какое красивое платье. Абсолютно вечернее, конечно же, да. Длинное, такое в пол. За 200 долларов. Вы знаете, что... Ой, это даже комбинезон, это не платье. Я вам скажу, что для такой вещи это не так уж и дорого. Вы видели, какие у нас цены в Галимом, извините, манго. Так что уж говорить о всех остальных магазинах. Что это такое зелененькое, зеленеется. А, это компания River Island. Я знаю. Видите, оно на селе стоит 100 долларов. Короче, здесь, видите, представлены вот по брендам развешаны вещи. В основном, как бы, отделы, ну, как бы, переходят один в другой. И вещи, как бы, представлены по разным компаниям. Но очень много вещей вот просто вот так вот свешены в кучу. Вот видите, какое платье за 60 долларов было 125. Трикотажное, вязаное. Красивое было бы платье, но мне такие нельзя. Потому что моя фигура, к сожалению, уже не позволяет. Вот, много-много всего. Здесь прямо буквально по одной вещи висит. Нет, ну, по две. В общем, трудно что-то понять, если честно. Но я забрела в распродажу. И, наверное, напрасно. Потому что вы видите, что здесь творится. Какие огромные-огромные пространства и вешалки с платьями. В общем, такая цыганщина. Просто глаза разбегаются. Не знаешь, за что хвататься. Поэтому, наверное, я... Боже, какое всё. Ну, здесь есть разные вещи. На разный вкус и кошелёк. Я должна вам сказать... Вот, например, да, 155 долларов. От дешёвых довольно, типа там, компаний типа... Ну, я не знаю. От компаний типа Вера Мода. Которые, в принципе, довольно дешёвые. И не очень качественная одежда. Ну, типа масс-маркет. Ну, по-моему, даже ещё... Ещё менее качественная. До, вот, например, компаний типа... Томми Хилл Фиггер. Ральф Лорен. Кельвин Кляйн. В общем, вот такие вот. Люкса. Люксового здесь нету. Но здесь есть вот такие вот, знаете, полусреднего сегмента компаний. Которые стоят довольно прилично. И... Но здесь, в принципе, на распродажах можно купить довольно дёшево какие-то вещи. Вот, например, компания Ривер Айленд. Это английский бренд, насколько я знаю. Здесь оторванная этикетка. Уже, знаете, когда вещи висит на распродаже, висит долго, то она уже и вид имеет на Мадрид, что называется. Ну, в общем, вы видите, здесь прямо тонны и тонны одежды. Я не буду здесь ковыряться. Я, наверное, пойду. Потому что я не пришла что-то купить. Видите, всё, кстати, по цветам развешено. Здесь зелёненькое, там такое оранжевое. Здесь там вот сине-голубое. Здесь чёрное. Ну, вот этим отличаются канадско-американские магазины. Вот эти большие универмаги, в которых всегда есть распродажи. И всегда есть вот такие вот кучи навешанных вешалок одежды. По одной, по две вещи. Что здесь просто надо ковыряться, копаться. Но они... Можно накопать довольно неплохие вещи. Но я отсюда пошла, потому что я не собираюсь ничего сейчас покупать. Я просто пришла вам показать что-то интересное и красивое. А на вот таких вот, когда вот такие вот распродажи, и уже всё такое в единичных экземплярах, то ничего особо красивого-то и не найти. Значит, вот Max Mara Weekend здесь есть тоже представлено. Видите? И вот такие симпатичные вещи. Вот такой хорошенький свитерок. За 475 долларов канадских он стоит. То есть вы понимаете, да? Какие у нас цены на... Такой полу-люкс, я бы сказала, да? Потому что Max Mara Weekend это не такой уж прям уже люкс-люкс. Вот брючки 375. В общем, вот такой костюмчик, кофточка и брючки. Ну что, может быть, мы здесь что-нибудь найдём попримерить? Или нет? Шерстяное. Шерстяной свитер за 425 долларов. Вот. Когда меня спрашивают про средний сегмент в Канаде, вот, пожалуйста, я вам показываю, какие у нас цены на средний сегмент. Потому что Max Mara Weekend это не... Самый дорогой бренд, это не люкс, 475 долларов. Свитер Max Mara Weekend. Теперь вы понимаете, почему у нас толпами толпятся все в Заре. И никто, как бы особенно не... 510 платье. Никто особенно не ходит по таким вот... Не покупает вещи вот такого сегмента. Платье симпатичное, оно стоит 500... 500... Видите, пояс приложен. Ну, ничего такого, знаете. 500 долларов, знаете ли. Это, конечно, сурово и жестоко. Так, ещё свитер за 425. Ещё свитер за 475. Наверное, он шерстяной. На ощупь даже, наверное, в нём присутствует часть немножко кашемир. Так, следующий отдел у нас Huga Boss. Вот так получается, что мы с вами, видите, идём по... По такому полулюксу платье красивое. Смотрите, какое, видите. Платье комбинация. Курточка Huga Boss. У нас 378. Такая джинсовая с надписями. И тут продолжение компании Huga Boss. Есть джинсы. Есть платье 695 компании Boss. Такое с молниями. Вот такая, типа, смотрите, зимняя уже такая вот, как бы, куртка с мехом за 595. Я просто вам показываю, чтобы вы понимали, о чём, о таких ценах речь. Вот костюм Huga Boss. Весь, видите, с такими вот этими специальными приспособлениями для охраны от шаловливых ручек покупателей. Вот это платье Huga Boss. Оно по цене 378. Красивое платье. Но, знаете ли, и цена красивая. Ещё какие-то платья. 398. Вот такое вот простенькое платьице. Ничего в нём нет особенного. Не знаю, может, оно сделано из какой-то особенной ткани. Но, честно говоря, ничего такого в нём нету, чтобы оно столько стоило куртец. Это компания Gani. Это тоже такой, в общем-то, видите, сегодня 20% скидка. Это такой, как бы, и люкс, и не люкс. В общем, это известная компания. Тоже такого, скажем, среднего плюс ценового сегмента. Ой, боже, вся спина гулая. У вас вся спина гулая. Среднего такого, среднего плюс ценового сегмента. Потому что вещи не дешёвые, насколько я знаю. Ну, давайте посмотрим. 425 долларов платье. Сделано оно в Китае. В Китае сделано. Вот такое вот платьице. Ещё раз сколько? 425. Да, ну вот, понимаете. Вот ещё платьице. 545 долларов. Компании Gani. Ой, пардон, у меня сумка упала. Вот тоже такое вот типа платье-комбинация. Простите за мой палец, попавший в кадр. Тоже сделано в Китае. 575. Ну, в общем, здесь какие-то завязки, что-то такое. Тоже типа платье-комбинация вот такое. Ну, в общем, вы понимаете, да? Здесь, что ли, примерить зелёненькое сарафанчик. Симпатичный. Видите, какой? Большими буквами. А здесь сделано в Турции. Правильно? В Турции. Да, сделано в Турции. И стоит оно... 475. Смотрите, какое интересное. Ну, платье действительно красивое. Ничего не могу сказать. Чего-то я так повешу, чтобы... Видите, какое интересное. Очень интересное платье. Потом есть вот такие вот с люрексом. Смотрите. На сейле 297. Стоило 495. В Китае сделано. Ну, на любителя, да? Ну, видите, у них вот такая вот тема. Вот эти вот блёстки. Видите, как мы попали с вами в дорогой сегмент. Вот есть джинсы такие же, эти, Босс. Под этот вот куртет, который мы только что с вами рассматривали. Сколько он стоит? 378. А джинсы стоят... Ну, так-так-так, 290 что-то такое. В общем, видите, тут грибочки какие-то разрисованы. Написано Хога. Прикольные. Очень прикольные. Такие необычные. Мне нравятся. Пойдёмте дальше посмотрим, что здесь ещё есть. Я так понимаю, мы изобрели в какие-то товары дорогие. Фарм. Это я не знаю, что за бренд. Вот так называется. Кто знает, напишите мне, девочки. 250, но он подешевле, видите, уже. Это уже подешевле платье. Цены не вижу, но... Ну, вот такое обычное платьице. Ничего в нём такого нет особенного. Такой комбинезон. Комбез. Здесь какие-то... Ой, какая интересная юбка, посмотрите. Вот такой бренд. Тоже никогда не слышала. 262 доллара. Из неопрена. Вот такая вот зелёная неопреновая юбка. Которые тоже нам сказали, что они вышли из моды. Все стилисты нам сказали. Так, здесь какое-то... Какие-то платья. Написано, что... Видите, написано, что этот бренд новый в этом магазине, в Hudson Bay. Сейчас давайте почитаем. Короче, это бренд, который из Торонто. Канадский бренд. Которые расцветки основаны на этнических расцветках африканских. Таких стран, как Гана и Западная Африка. Ну вот, знаете, что? Вот здесь, да, прям явно видно. Ой, сейчас у меня рухнет. Такие хлипкие вешалки. Еле выдралось. В общем, вот смотрите. Действительно есть в этом платье что-то африканское в этой расцветке. Оно довольно большого размера. И сколько оно стоит? Сейчас посмотрим. Вы знаете, вещи интересные. 323. 323 доллара. Вещи интересные, но видите, какие здесь расцветочки. Вот такое платьице. Ой, мамочки, здесь абсолютно неприспособленный. Красивая, правда? Вот это мне прям нравится. Интересный фасон. Очень интересная расцветка. Необычная. Вот я должна сказать. И стоит оно, царь, 8, 323 доллара. Интересный воротничок такой. Юбка клешная. Я люблю такие. Ну и вот видите, здесь все такие вот расцветки. Действительно, что-то есть в них африканское. Что-то есть в них этническое. И все вот такого вот фасона. Вот они же. Посмотрите, как интересно. Действительно, очень африканские этнические фасоны. А вот посмотрите, какая блузки и юбка. Или это брюки? Нет, это юбка. Слушайте, давайте я что-нибудь примерю из этих вещей. Мне реально они прям понравились. Смотрите, какая яркая оранжевая. Тоже из неопрена юбчонка. Я понимаю, что я ничего здесь не буду покупать. Потому что цены абсолютно безумные. Но мне очень нравятся вот эти вот необычные вещи. Вот эта вот идея. А, и вот написано про создательницу этого бренда. Вот ее, видимо, портрет. В общем, здесь написано, что она из Гаяны. И, в общем, какие-то у нее африканские корни. Она мама трех детей. И она вот построила эту компанию. Вот такая вот симпатичная женщина. Посмотрите, манекены какие яркие. Вот такое вот платье. Давайте померим какое-то из этих платьев. Парочку. И будет прикольно. Я бы хотела что-то такое необычное, интересное. Африканские страсти в Канаде. Отлично. У нас сегодня большая примерочная. Я вся разлохматилась, пока я к вам шла. И ехала немножко, видите, завязала хвост. Поменяла пробор. Я все пытаюсь сделать какой-то порядок на своей голове. Очень хочу сделать челку. Короче, девочки, хочу поменять прическу. Хотела сделать челку, но что-то не решаясь. Не получается у меня с челками. У меня была челка. Я не очень... В общем, мучилась я с ней, короче. Так, я сегодня в платье, в цветочек красном, в белом жакете, в броши. Вот такая вот брошечка у меня. Большая брошечка. Брошище здоровое. И белые пусанушки. И давайте будем примерять африканские страсти в Канаде. Как вам? Я вообще с таким интересом разглядывала эти вещи. Потому что я, ну, как бы не... Никогда не видела ничего подобного. Я надеюсь, что я в них влезла. Давайте будем смотреть. Мой любимый фасон. Боже, как оно мне нравится. Это платье. Оно безумно красивое. И я очень люблю вот такие фасоны. Я все-таки распустила свои волосы. Потому что я подумала, что такие африканские расцветочки, хвостик как-то не подходит. Лучше уж... Лучше уж распуститься. Посмотрите, какая красота. Это мечта, девочки. Вот знаете, я просто в восторге, если честно. Они очень дорогие. Я, конечно, не буду покупать. И это платье конкретно мне маловато. Это восьмое. Мне надо было бы десятое. Потому что оно мне вот здесь вот в талии поджимает. А я его не смогла застегнуть доверху. У меня не получилось. Нужны вторые руки. Но посмотрите, какое оно красивое. Огромнейшее солнце, клёш, юбка. Я вам сейчас ее издали засниму вот так. Поставлю, наверное, на картинку. Только стул мой мешает. Ой, ну это красиво, чтобы было так. Не важно. В общем, вот такая вот... Это я на заставку так себе. Посмотрите, какая красота. Ну это же что-то необыкновенное. Расцветка какая. Какая необычная. И оно, знаете, здесь вот отделано вот таким вот кантиком. И по низу, и по краю. И здесь есть подкладка. Вон, надо посмотреть, чего оно сделано. Похоже на хлопок. Девочки, вы представляете, какая прелесть. Боже мой. Вот так живешь-живешь. Приходишь в магазин, в котором был сто раз. Тут, бац, Африка. Мама Африка. Значит, платье. Сто процентный хлопок. И оно сшито в Канаде. Они сшиты, все эти платья, буквально в нескольких экземплярах. И это действительно вот дизайнерская вещь. В том смысле, что она была сделана вот человеком, который его придумал. И там, может быть, у них мастерская какая-то там. Сидит, может, 5-10 человек. И шьют вот эти вот платья. Представляете? Ну вот это правда штучный товар. Штучный товар. Это был размер 8. И стоит он 323 доллара. Знаете, что я вам скажу? Это действительно вот вещи штучные, которые шьются в Канаде вручную. Ну и там небольших экземплярах. У вас это платье будет. Вы будете в нем одна такая. Следующее платье. Тоже очень красивое. Совершенно другой фасон. Но это тоже очень мой фасончик. Посмотрите, как оно красиво сидит. Как оно красиво выглядит. Ну. Ну ведь красиво же, правда. Я вам сейчас покажу поближе. Посмотрите, какие красивые рукава. Расцветка. Это на размер больше, чем предыдущие. Поэтому оно на мне лучше сидит. Видите, ни живот не торчит, ничего. Я помню, в нем такая стройняшка даже. Ну, так мне кажется, если вы хвалите. Посмотрите, какое красивое платье. Какая интересная расцветка. Да. Очень красивые и необычные фасоны. И все фасоны, как на меня. Понимаете? Это то, что я очень люблю. И то, что мне очень нравится. Это мой вкус. И расцветка. И фасоны, в общем, и рукава. Вот эти. Все. И это первое тоже было прелестное. И это мне очень нравится. Это платье тоже полностью хлопковое. Это был размер десятый. И оно стоит 331 доллар. Оно полностью на подкладке. Сзади у него вот такой вот на спине вырез. Довольно красивый. Такой треугольный. Видите? И полностью сделано на подкладке. Подкладка из хлопка. Само платье из хлопка. Сшито великолепно. Очень красивая расцветка. Согласитесь, необычная. Пейзаж такой. Ну, в общем, красивый. Красивый такой. Неяркий. В то же время с такими немножко зеленоватыми оттенками. Здесь какие-то пейзажи, дома. В общем, пальмы. Красиво. И еще одно платье совершенно в африканском стиле. Мне только в нем не нравится горло. Я не люблю такое. Но все остальное мне в нем нравится. Сам фасон. И вот такая вот расклешенная юбка. И расцветка офигенная. Было написано, что это большой размер. Но вы знаете, я в нем не застегнула сзади. Надо посмотреть, что это за размер я схватила. По-моему, я думала 14-й. Возможно, это 4-й. Поэтому я в нем не застегнулась. Но представьте себе, что я в нем застегнула. Значит, здесь вот это вот горло и бант, который можно завязать сзади. Можно перекинуть. Вот, завязать вперед. Можно вот так вот убрать его назад и завязать сзади. Узло. Потому что сзади там такая открытая спинка. Я вам сейчас покажу потом. Не на себе, потому что она не застегнута. Большие широкие рукава с такими бантиками. Потрясающе красивая юбка. Тоже вот такая же широкая. Ну и расцветка, конечно, совершенно невероятная. Все это хлопок. Ткани довольно много пошло на него, как вы видите. Просто шикарно. Просто шикарное платье. Вот такая вот широкая юбка. Очень красивая. Вот я вам показываю его сзади. Видите, у него сзади вот такой вот вырез на спине. Здесь замок. И вот это вот горло, бант. Можно завязать спереди, можно завязать сзади. Тоже будет очень красиво. Я, конечно, ошиблась. Это размер четвертый. Я почему-то думала, что это четырнадцатый и потащила его. Хотя вот оно совершенно маленькое. И стопроцентный хлопок тоже. И подкладка. Видите, у него черная подкладка. И подкладка, и само платье. Тоже сделано с шито в Канаде. Ну, в общем, вот такое вот платье. А сколько стоит, сейчас вам скажу. 329. Сама по себе идея прекрасная. Фасоны великолепные. Ткани необыкновенные. И, в общем, конечно, очень-очень необычные вещи. Красивые и такие интересные. Интересные. Ну, что ж, девушки. Вот такие у нас сегодня были примерки. Должна сказать, что необычные. Очень я рада, что я нашла что-то, чтобы показать вам что-то такое необычное. Того, чего нету в других местах. И, в общем, будем прощаться. Я надеюсь, что вам понравилось. Я надеюсь, что вам было интересно. На сегодня все. С вами была Дина. Всем привет из Канады. Пока-пока-бай.